Добрый день, друзья! Ну что, мы начинаем новый эксперимент. Вы посмотрите, это у меня слева, вот, как посмотрите, это сливки, а здесь у меня молоко с красной этикеткой. Это означает, что оно 3,2. То есть я это сейчас соединю, добавлю кефирчик, не кефир, а баттермелк. Ну, как кефир, да. Там много этих всяких, которые преображают в творог. И будет у нас такой творог, и мы обязательно его попробуем. Должно быть очень вкусно. Так, друзья, ну что, вот выстроила в ряд баттермелк, молоко 3,2 и сливки. Я себе отлила немножечко молока, 3,2, то есть жирные, для того, чтобы выпить чай, кофе. И чай я пью, и кофе с молоком. Это сейчас холодильник, и всё. 3,2 молока, видите, красная этикетка. Баттермелк. Ну, здесь не совсем, но баттермелк, да. Я оставлю немножечко, мне нужно сделать вареники с картошкой. И сливки. Я отлила, почему? Потому что у меня есть сколько, смотрите, много сливок. Всё. Сейчас у меня вот кастрюля. Она будет стоять вот здесь у меня в уголочке, потому что здесь обычная температура, которая не... Ну, сюда не дует кондиционер. То есть должна быть какая-то постоянная температура, чтобы вот эти вот заказочки, которые здесь есть, в баттермелке, чтобы она смогла всё это ферментировать. Всё. И так наливаем. Наливаю. У меня будут сутки стоять. И завтра мы будем делать с вами творог. Так, мне нужно это открыть. Вот здесь, видите, вот закрыто. Я её сейчас открою. Одной рукой как-то тяжело открывать сейчас. Так, я её сейчас закрою и сболтаю. Вот я закрыла, я её сейчас разболтаю и туда вылью. Вот. Я взболтываю, чтобы всё, что там внизу... Я попробовала, оно хорошее. Так вот хорошо взболтало, видите, всё. Открываю. Так, вот я открыла, чтобы видели, вот открыла, всё. И я наливаю сливки сюда. Так, чуть-чуть я оставлю. И сливки тоже ещё чуть-чуть оставила. Может, добавлю в молоко, а может, и отдельно. Так. Немножко сливок оставила. Так. Теперь у меня баттермелк. Так. Вот оставила для того, чтобы делать вареники. Так, всё. Беру ложку. Хорошо размешиваю. Должка даже жирненькая, видите, со сливками. Должно быть очень вкусно будет у меня. Так. Всё, перемешала. Закрываю. Двигаю. Всё. И до завтрашнего времени я двигать кастрюлю не буду. Открывать крышку не буду. Всё. Будет ферментироваться. А здесь у меня баттермелк остался для того, чтобы сделать вареники с картошкой. Немножко я отлила себе молока и немножко оставила сливок на утро, чтобы выпить или кофе или чай. Ну, я больше чай сейчас пью. Итак, друзья, до завтра. Ну что, я поставила творожочек. Видите, на плиту. Здесь у меня вот 180 градусов. Индекционная плита в 180 градусов сейчас поставила. Прошло 20 минут. Вот такой сворачивается уже творожок. Напоминаю, что это было что у нас. Молоко, жирное молоко и сливки. Вот хорошо сворачивается у нас уже будет творожочек. Ну, что, мои хорошие. Прошёл час. Я поставила на 150. Вот не видно просто. Как-то 150. Вот 150. Видно, да? Прикрыла. Вот он ещё немножечко. Вот тут вот я оставлю всё-таки ещё чуть-чуть. Вот прошёл час. Я оставлю ещё минут 10, может быть, 15. И всё. Я отключу. Главное, не сварить творог. Чтобы творог был настоящим творогом. Всё, ещё через 10 минут я уже приготовила. Видите, приготовила. Сыворотку я не буду совсем выливать. А вот сюда. Потому что у нас что? Сыворотка из молока 3,2% и плюс сливки. Поэтому вот не буду выливать. Сделаю на них оладушки. Сделаю мадре. Ну, то есть вместо этих вот. Вместо дрожжей. Сделаю на пару дней. И сделаю блинчики. Мадре делается вместо... Ну, закваска. Закваска, мадре. Делается для того, чтобы вместо дрожжей использовать. Всё, ещё 10 минут. Всё, прошло ещё 10 минут. Я выключаю. Всё. И сейчас я вылью туда. Посмотрим, всё. Или часть я оставлю. Может быть, часть там, где чтобы хорошо осела. А остальную часть я, наверное, отолью. Не всё мне нужно. Я вылью то, что у меня будет для творога. Он останется сливаться. Значит, когда творог будет сливаться, посмотрите, какой вы хотите. Вы хотите твёрдый, значит, будет дольше сливаться. Если вы хотите мягкий творожок, значит, нужно будет поменьше времени, чтобы он сливался. Да? Вот. Вот. А сыворотку я с ней вылью. Потом посмотрю, чтобы она, сыворотка осела, чтобы больше творожочка там, то, что осталось, вот, осела на дно. А большую часть я, наверное, и, ну, отолью. Я уже посмотрю, когда буду делать блинчики. Сначала мне надо будет учить делать матра. Вот видите, я тут, видите, я подбираю вот так вот творожочек, чтобы он скатался, чтобы он скатался, было хорошо скатан, не прилипал к... Вот. Вот так он будет. Я сейчас вот здесь вот повешу, вот на эту штуку. Я покажу. Вот сыворотка. Я часть вывела, а часть останется. Большую часть я оставлю. Она сядет, и я оставлю. Так, всё, я сейчас подвешу и покажу. Вот так я подвесила и буду смотреть. Я не буду делать очень твёрдым творогом. Я сделаю его таким мягким. Ну, всё. Теперь он повисит ещё часик, и я уже буду смотреть, какой он на вкус и на твёрдость. Главное, на твёрдость. Ну что, если вам понравилось видео, как мы делаем творог с вами, очень просто, очень и очень всё очень просто. Поставьте лайки, подпишитесь. Прошло вот 40 минут стекания, всё. Я выложила творожок такой мягкий, не жёсткий, но очень вкусный. Невероятно вкусный. А что значит сливки? Субтитры подогнал «Симон»